В первую очередь, хотелось бы сказать, что все мы знаем, что Аллах – Всевышний, Аллах – Создатель всего. И все мы последователи его предписаний. Все мы живем и следуем его предписаниям в хороших и в плохих формах. И мы всегда пытаемся найти баланс во всем. Мы не всегда действуем правильно, но в основном мы пытаемся верить. Издавна мир был разделен на две части и есть последователи одной делики и другой. В французской декларации прав человека гражданина существует 17 статей, которые регулируют права человека. Это касается социального жизни, особенно. В то время, в христианской жизни, нет хорошего способа работать. В то время, люди, может быть, это революция. С давних времен искусство управлять существовало с тех пор, когда появился человек. И также хотелось бы еще раз повториться о 17 статьях, которые регулировали права человека, поведение, обязанности по отношению друг к другу. А в 1215 году, как вы знаете, в Англии была принята Великая хартия вольности между... И она была подписана между людьми и королем. В Западном мире также были приняты первые документы об отношении общества и человека. И также во Франции, в Соединенных Штатах и во странах Западного мира были приняты некоторые документы. Когда я готовился к моему докладу, я нашел 7 самых главных документов, которые передают права человека. Например, в Альберте Эйнштейн, который говорит, что если есть какая-то проблема, мы не найдем и не решаем это в таком случае или в таком случае. Хотелось бы процитировать известного ученого Альберта Эйнштейна, что если есть какая-то проблема... Если существует проблема где-либо, мы не можем решить ее одним и тем же способом, мы действуем по-разному. Нам приходится менять свое отношение к миру, либо веру даже. Даже сегодня мы говорим о... как раз собрали здесь о том, для того, чтобы поговорить о проблемах ислама. И хотелось бы сказать, что как раз французы поменяли свое мировоззрение при создании декларации прав человека и граждан. Возможно, это один из самых главных документов, который соединил две расколотые части. Возможно, я расскажу суть своей жизни сейчас. И все эти 17 статьи посвящены вечному балансу между добром и злом. Все проблемы, которые существуют в наше время у человека и все решения на них могут быть найдены в Коране, в хадисах и так далее. Приходяя к выводам, я расскажу вам об этих статьях. Да. Коран появился тысячи лет назад к мусульманам и людям в исламе. Прочитав Коран, мы можем поменять свои взгляды. Мы должны находить знания, постигать науку только через источники, которые являются истиной. Спасибо большое за внимание. И есть ли какие-то вопросы? Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы?